друзья всем привет в общем такое вот твою зараза спасибо за мотивацию а блин вот это утречка началось палуба вишневая по башке щелкнула друзья всем привет в общем такое коротенькое информационное видео хотелось бы записать для вас чтобы у вас было понимание вообще с кем вам приходится работать у кого приходится не приходится ну в общем кто вам предоставляет услуги по всякому столярному искусству это я вот меня зовут алексей мне 35 лет у меня своя мастерская в ней я делаю не только торцевые разделочные доски а также всякие вещи наиболее которые в общем наиболее по времени по станкам и материалам по обработке наименее как сказать то правильно в общем что я могу делать имея вот то количество инструмента я делаю вот так же я делаю то что мне интересно если мне перестает быть интересно делать допустим столешницы я делаю не знаю стулья также поговорим немного о торцевых разделочных досках доски я делаю примерно уже стаж у меня ну более пяти лет это точно кое-что я уже для себя понял и принял технику изготовления уже усвоил можно сказать на все 100 и какие-то базовые моменты но я и для себя понимаю делаю в общем стараюсь сделать все правильно и красиво вот почему такие дорогие досочки у нас но многие спросят почему такие дорогие доски хочу рассказать вам кратко такой вот процесс рабочий как доска клеится сколько по времени нужно вообще чтобы сделать одну доску если брать из расчета что мы начинаем клеить доску просто допустим вот из реек обычно берем рейки наносим клей склеиваем их щит они клеятся клеятся они порядка минимум минимум это 5-6 часов это вот просто минимум лучше всего это часов 12 а лучше и вообще оставить на сутки причем нужно клеить их в каком-то теплом месте чтобы температура была ну порядка 10-12 градусов вот это вообще очень очень желательно чтобы клей сок так как клей на водной основе и он плохо сохнет если в помещении холодно вот чем клеим щит щит клеится ну грубо говоря 12 часов 1 до потом мы это чит распускаем на такие вот деляночки грубо говоря эти делянки из них мы формируем доску разделочную доска это клеится также часов 12 12 часов она клеится после этого мы начинаем ее обрабатывать обрабатываем и ее вот через рейсмос потом мы и шлифуем потом мы ее фрезеруем придаем так сказать ей уже окончательный внешний вид делаем сток ручки ну по надобности если на не надо вот и это тоже процесс не очень быстрый так как рейсмос шлифовка фрезеровка пропитка маслом это занимает еще где-то фактически целый день вот а может и того больше я на своем примере уже понял что допустим вымачивать доски в масле там 357 10 суток смысла вообще никакого не имеет потому что когда помещаем доску в тару с маслом торцы волокна которые вот так расположены да они как бы имеют в некоторые древесине это очень даже отчетливо заметно как будто такие сквозные отверстия вот это хорошо заметно допустим в мир бау даже показать не на чем когда помещаешь доску в масло она фактически начинает пропитываться сразу изнутри то есть не не полностью ее туда ложь а как бы сверху видно короче опускаем доску на половину масла и это масло начинает проступать к верху тем самым мы понимаем что в центре масло уже есть так или иначе и пары часов держа доску одной потом второй стороной ну в идеале это конечно ее полностью поместить в жидкость с маслом чтобы она пропиталась вот так же ну паста 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 да унес я пасту ну паста масло воск я обычно наношу в конце и заворачиваю в стрейч чтобы там она уже до пропитывалась питалась себе чтобы никуда не делась тем более под пленкой и вообще идеально вот так же а чего может зависеть цена цена может зависеть от размера от ширины от толщины от длины от высоты от материала который в ней используется зайдите на авито если вам не лень ну и просто забейте в поиске торцевая разделочная доска и вы увидите что цена на доску в среднем идет там от 1000 от 1000 и уже все и дальше но что вы можете купить от 1000 блин рулетки нету в общем как я смотрел вот буквально сегодня с утра доска 28 28 на 26 на 26 такая вот досочка человека выставлена за полторы тысячи рублей в этой доске по моему не было ни ручек не столько которые я фрезерую были ножки ну ножки там тоже он немножко схитрил там не совсем те ножки которые нужны ну ладно я как это не буду раскрывать все профессиональные тайны толеров что-то мне угрожает лично это досочка вот ну и так же самая главная цена это размер размер вот допустим у меня рейсмус у него ширина заготовки которая позволяет обрабатывать это 330 миллиметров это 33 сантиметра вот такую ширину максимально могут взять ножи на обработку если уже 34 там но это все вы поняли уже сюда не влезет если человек хочет доску там допустим 35 40 50 я уже просто физически не могу обработать ее здесь мне нужно везти туда где есть танки которые позволяют это сделать вести это надо ехать это надо тратить время мне надо договариваться и соответственно я трачу больше материала трачу больше времени трачу еще какие-то ресурсы на обработку и все это накладывается и цена увеличивается так что самая идеальная доска это вот 30 там на 30 я не знаю если у вас есть желание что-то на ней рубить топором там или какой-то такой вот тяпочкой ну поняли да тяпочкой конечно можно рубить и на доске с ножками можно рубить и на доске без ножек но с ножками я делаю потому что многие люди просто будут забывать то что доску надо хранить вертикально положение они также положила она лежит вот на этот момент я ставлю ножки чтобы у людей ничего не перекосило никуда с ней ничего не случилось также если без фанатизма рубить ножом я на своей доске ну есть у меня доска такая для моих кухонных нужд вот на ней я рублю ножом беру курицу у меня такой ножик достаточно тяжелый и я на ней просто эту курицу вот так вот разделываю разрубая ничего у меня никуда не разваливается но вы сами понимаете что тут нужно соображать немножко головой чудо не произойдет если по ней херакнуть от души так топором конечно она развалится просто треснет треснет по волокнам как нибудь там разлетится ну тут просто глупо ждать чудо поэтому если у вас есть такое желание просите мастера просто сделать досочку пошире пошире но подороже будет стоить но как бы у вас гарантия будет того что вы уже на ней сможете рубить и не бояться того что она у вас вот 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 и развалится также чтобы еще хотелось сказать каждой доске я стараюсь отправить инструкцию по эксплуатации сейчас они у меня в электронном виде каждой доске я стараюсь отправить инструкцию по эксплуатации сейчас они у меня в электронном виде и хотелось бы ну чтобы вы их конечно же соблюдали потому что не соблюдая элементарных правил очень просто может случиться так что с вашей досочкой что-то случится вот ну что еще хотелось бы сказать на данный момент я пока сейчас ничего не делаю потому что у меня появилась работа работа на моей основной работе я занимаюсь паркетом стилю паркет монтажник от фирмы вот свободное время я вот занимаюсь столяркой что еще также у меня свадьба 24 числа поэтому сейчас особо нету времени заниматься тем чем мне нравится заниматься и приходится заниматься тем что приходится заниматься исходя из положения но где-то после 26 7 8 числа я уже буду здесь появляться намного чаще буду стараться делать побольше так что друзья если у кого есть желание проконсультироваться узнать цену узнать я не знаю какую нибудь в общем какие у вас есть нюансы пишите мне в личку если есть вопросы связанные с досками связанные со столяркой соляркой с паркетом пишите звоните спрашивайте сейчас у меня на очереди там столешница подходит если вы допустим с питера или с ленобласти и вам допустим нужен столик столик этот у меня размером где-то 150 на 75 я потом выложу фотографии когда его доделаю тоже можете написать я вам могу его привести по питеру по ленобласти без проблем спишемся договоримся такая минутка рекламы серега я помню что я тебе должен две столешницы не тот серега который из беркута другой серега вот но там немножко другие размеры поэтому жди все будет так что друзья спасибо что смотрели надеюсь видео было информативным и полезным я не часто такие видео записываю поэтому вот так вот стою краю и теряюсь сейчас еще тем более утро поеду на работу вот пью кофе поэтому решила для вас это видео записать чтобы вы меня не теряли чтобы мы с вами всегда были на связи также скоро планирую провести розыгрыши розыгрыши на доски розыгрыши на подносы ну вот у меня подносики тут недоделанные лежат все это я доделаю все это я продам разобираю выставлю на аукционы все для вас короче все для вас так что друзья если у вас есть вопросы пишите также можете написать на какую тему если вам зашло снять еще видео я могу снять какой-нибудь обзорчик по мастерской показать что у меня тут есть какие виды какие породы какие инструменты я использую в работе вот так что друзья пишите пишите ну и пожелайте мне и моей будущей жене чего-нибудь хорошего так что до свадьбы осталось совсем немного мне вот придется побриться подстричься привести себя в порядок и и уже идти жениться как говорится так что ребята всем спасибо за просмотр и хорошего вам времяпрепровождения пока спасибо за просмотр и все